Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мир всем вам. Мы продолжаем нашу серию по Завету Дел, изучение концепции Завета Дел. Это четвертая часть, и мы все это время взвешивали концепцию Завета Дел на весах Писания и обнаружили ее легкой, если вы посмотрите предыдущее видео на этот счет. Сегодня, однако, мы будем рассматривать один из наиболее сильных аргументов в пользу Завета Дел. И сторонники вот этой концепции Завета Дел неизменно ссылаются на этот аргумент. И у них есть свой бастион, своя крепость и основание, которое они видят в одном из отрывков Святого Писания. Итак, аргумент вот этот звучит примерно следующим образом. Послание к римлянам, пятая глава, отрывок с 12 по 19 стихи примерно, представляет серию сравнений между Адамом и Христом. И вот эту серию сравнений, контраст между первым Адамом, образом того, которому должно было прийти, Адамом первым и Адамом последним, что вот это сравнение нельзя должным образом оценить вне концепции Завета Дела. Один акт непослушания Адама, из-за которого многие стали грешниками, контрастирует с послушанием Христа, через которого многие сделаются праведными. Послушание Христа было послушанием Завету, точно так же, как акт непослушания Адама был актом непослушания Завету, говорят сторонники. Оба действия обоих представителей, и Адам, и Христос действуют как представители соответствующих народов, которые они представляют. Помните, многие соделаются грешниками, многие соделаются праведными. То есть они действуют как представители. Оба эти представители являются заветными представителями. То, что они сделали, непослушание одного привело к грехопадению многих, и послушание другого приведет к оправданию от многих преступлений. То есть, сам вот этот язык контраста в пятой главе римлянам неизбежно приводит нас в мысли о том, что это были заветные представители, и что, соответственно, Адам, находясь в завете и действует как глава, как представитель человечества, ничто иное действовал как представитель завета дел. И что Христос приходит исполнять завет дел для того, чтобы нам получить завет благодати. Такова вкратце аргументация сторонников концепции завета дел. И опять же, что вне концепции завета дел невозможно понять то, что говорит здесь Павел и Дух Святой через него в пятой главе послания к римлянам. Звучит рационально, это звучит даже по-библейски, то, что я представил сейчас. Однако, остановимся на секунду и подумаем вообще о слове и понятии завет. Вот этот термин, часто встречающийся в Писании, что он означает? Мы часто говорим, богословы часто используют такие выражения, как завет дел, завет благодати, завет искупления. Например, выражение завет искупления обычно подразумевает некое соглашение, которое произошло вне времени, вне творения, между лицами Святой Троицы, где блаженные лица Святой Троицы согласились искупить народ особенный через Иисуса Христа, где Отец обещает Сыну, Сын обещает Отцу исполнить этот завет искупления. И Дух Святой также является действующим лицом в скреплении и ратификации, так сказать, этого завета искупления. Но давайте подумаем над самим словом. Вот эти выражения, которые я перечислил, завет дел, завет благодати, завет искупления, они все представляют завет как некое средство к дальнейшей цели. То есть завет делал для того, чтобы Бог входит в эти формальные взаимоотношения, называемые заветом, для того, чтобы выявить непослушание, или же, допустим, испытать человека, как говорил об этом Скофилд, либо же для какой-то цели. Но факт то, что завет рассматривается в традиционном представлении как средство для цели. И в таких устойчивых выражениях, как завет благодати, мы понимаем, а, Бог установил завет благодати для того, чтобы дать благодать и жизнь вечную. И смысл не в завете, а конечная цель – это жизнь вечная. А завет – он лишь средство для достижения этой цели. Но вспомним о том, что является часто повторяющейся формулой, словесной формулой заветных взаимоотношений в Писании. От бытия до Откровения. Завет часто выражается такими словами. И буду им Богом, а они будут моим народом. Или же, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. С небольшими вариациями, изменениями, эта формула – я буду вашим Богом, а вы будете моим народом – проходит через все Писание, и это является как бы вот этим выражением сущности завета, как отношений, пребывающих отношений Бога с Его избранным народом, с Его избранными людьми. И вот эти заветные отношения утверждаются не иначе, как на крови Иисуса Христа, которые являются исполнителем, поручителем и посредником завета. И в книге Откровений, уже в предпоследней главе, мы читаем, например, следующие строки, что опять же напоминает нам о том, что завет, он не прекращается. Посмотрите, 21 глава книги Откровения. Здесь Иоанн говорит следующее, с первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Далее говорится о том, что отрет Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И дальше, и до конца, собственно говоря, уже откровения, из завершающей книги Писания, святого откровения Божьей воли и Его замысла, мы видим описание вот этого вышнего небесного Иерусалима, сходящего с небес, невесты. Мы видим уже этот святой град, и описание того, как видится вот это скинье Бога с человеками. Он будет обитать с ними, и в этом городе не будет нужды свету, потому что Агнец будет светильником, Божья слава будет их освящать. И эти люди, искупленные, будут с Богом навеки. То есть вот этот завет, идея, которая проходит через все Писание, это не является средством для достижения какой-то цели. Скорее, завет является конечной целью. И искупление, и подвиг Христов, послание Сына, послание Святого Духа, все эти шаги требовались для того, чтобы утвердить завет вечный. Мы ведь знаем, что вот это обещание, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, это уже дано на вечность. То есть это никогда не перестанет. И в этом смысл завета. То есть это священные взаимоотношения дружбы и любви Бога с Его избранными людьми во Христе Иисусе. Так лучше характеризовать завет. И вот у этого завета, вот этих взаимоотношений, существует, разумеется, сторона, так сказать, закона. Писание очень много говорит о законе. И Павел здесь в пятой главе послания к римлянам говорит на самом деле об непослушании. Но так же как, вот смотрите, еще образы, так же заветные образы взаимоотношений Бога с людьми. Это семья, это муж и жена, Господь Саваоф, жена Израиль, Христос, жених, невеста, церковь. Павел в пятой главе послания к эфесянам говорит, что союз мужа и жены и любовь мужа к своей жене должна быть подобной той, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. И так же он говорит о том, что никто никогда не ненавидел свою плоть, но заботятся о ней так же. И мужья должны заботиться о женах своих, потому что он говорит, что союз мужа и жены это союз одной плоти. По сей причине оставят человека отца и мать и прилепятся к жене своей и станут двое одна плоть. Опять же, есть тенденция, в особенности в современном обществе, частично этой идеи исходят из холостической идеи завета, как контракты, когда брачный союз рассматривается лишь как просто соглашение, контракт, который можно расторгнуть, как нечто написанное на бумаге, с печати, с подписями, разумеется, удостоверяющими, но в принципе от этого можно избавиться и дать, например, разводную. Но помните, как Христос сам осуждает эту практику и говорит, что по жестокосердию вашему, говоря, фарисей, Моисей дал вам разводную и саму эту возможность. Но от начала не было так, что отношение брачный, союз брачный или брачный завет, он не является лишь вот таким контрактом. Это союз одной плоти. Тайна сия велика, подытоживает Павел, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Итак, если земной брак, супружество, который мы тоже называем заветом, является отражением или же образом картины тайны Христа и Церкви, завета Христа и Церкви, значит, мы можем много сделать выводов. И в то время как, допустим, в браке или же вообще в семейных отношениях разумеется, существуют обязанности и долг, допустим, муж обязан любить свою жену, он должен заботиться, жена должна послушаться, проявлять верность и так далее. Это должно быть взаимным. Тем не менее, нельзя свести брачный союз лишь к вот этим законам, так сказать, вот законной стороне к обязательствам и должностованиям, что брачные взаимоотношения гораздо богаче, глубже, шире, нежели долг и обязательства партнеров по отношению друг к другу вот в этом союзе. Это же переносится и на семью. В семье, в любой семье, мы помним, что от Бога именуется всякое отечество на небе и на земле, потому что именно в три единстве мы видим вот это уже как бы взаимоотношение семьи, гармонию, которая не видана на земле, но тем не менее, она распространяется, как распространяется царство, через совершенное правление Христа над своим народом и мы познаем эту совершенную любовь без использования, эгоистического использования друг друга и так далее. Мы видим совершенную связь любви в Троице и как она потом переходит в завет Бога с человеком. У семейных взаимоотношений тоже есть, разумеется, обязанности, есть определенный даже список правил, чего не следует делать и в нарушении которых, допустим, родители шлепают своих детей, наказывают их и правильно делают. Но тем не менее, вот эти списки того, что следует делать или не следует делать, законная сторона не исчерпывает богатства взаимоотношений в семье. Потому что семейная жизнь куда богаче, глубже и шире, чем лишь список обязанностей. То же самое в браке. Вы понимаете, в особенности семейные люди хорошо это понимают. И вот, имея вот это представление сейчас перед собой или размышляя об этом, мы сейчас рассмотрим несколько римляне пятую главу и посмотрим, точно ли это так, что вне рамок завета дел мы не сможем понять или же оценить то, что говорится здесь. Рассмотрим сейчас этот отрывок. Итак, это римляне пятая глава с 12 стиха по 19 стихи. Итак, читаем. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ или же тип будущего. Вот здесь несколько остановимся сейчас. Что здесь говорит Павел? Посему, как одним человеком грех вошел в мир, это понятно, через грех Адама, разумеется, он имеет в виду, его грех в саду, и грехом смерть, в день, в который ты вкусишь от него смерть и умрешь, Адам стал смертным и потомство его, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили. Вот эта конечная фраза здесь несколько открыта для толкования. Некоторые считают, что некоторые согрешили по факту, потому что все люди согрешают, из этого мы делаем вывод, что они также наследуют порчу греха Адама, что это скорее органически передается. Адам согрешил и совратилась его природа. Он стал смертным и более того, как говорит уже пятая глава книги Бытия, что если Адам был сотворен по образу и подобию Божию, Адам уже порождает потомство по образу своему. Человеческий образ к тому моменту уже исказил первоначальный образ и подобие Божие, или же как многие считают, что фактически разрушился первоначальный образ праведности и святости и истине и человек уже не является по-настоящему носителем образа Божия, хотя некогда был сотворен. Но в любом случае, что по причине того, что изменилась природа, человек порождает себе подобных и потомство Адама, оно греховное. Соответственно, смерть перешла во всех человеков, потому что все согрешили, по факту согрешают. Это несомненная летопись всего человечества. Нет человека, который не грешил бы, делал бы только правду и никогда не грешил бы. И не было такого, кроме одного, то есть Христа. Далее апостол говорит, ибо и до закона грех был в мире. Но мы понимаем, что здесь на самом деле говоря о передаче греха, здесь и то, и другое имеет место быть. То есть существует определенная пропагация передачи порчи греха, или же то, что называется первородного греха, по причине вот этой прокреации через естественное размножение человека. Во грехе зачала меня мать моя, говорит Давид в 51-м салме, он имеет в виду, что вот этот грех, он переходит, передается от потомков, от предков к потомкам, как вот это вот как бы зараза, но он также и вменяется. Дальше апостол будет говорить о том, как соделались грешными многими через акт непослушания одного. Происходит и передача греховности, греховные тлены человеческой природы, и однако же вменяется людям грех Адама. И вот дальше Павел это раскрывает еще больше. Он говорит, ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Он говорит, прежде даяния закона на горе Сена через Моисея, то есть официальная дача закона, десяти заповедей, когда было так сказать в подробности сказано, какова обязанность человека к Богу, что Бог требует от человека. Это не были предложения, это были заповеди. Ты должен делать так, да не будет у тебя других богов предлицом им и так далее. До дачи закона грех был уже в мире. Он говорит, но грех не вменяется, когда нет закона. Что имеет в виду Павел? Он не имеет в виду, что люди, которые жили от Адама до Моисея были невинными, потому что не было дано явно закона в виде десяти заповедей, в виде скрижа Лизавета. Он имеет в виду, что в подробностях грех не был раскрыт как крайне грешен без даяния закона на скрижалях. Закон не был так расписан и, соответственно, грех не выглядел так явно грешным. Помните, что во второй главе этого же послания Павел говорит, что когда язычники, не имея закона, по природе законное делают, они свидетельствуют тем самым, что дела законы написаны у них на сердцах. Он говорит о законе совести. Человек, каждый человек, приходящий в этот мир, имеет представление о правде, неправде, о том, что справедливо, что несправедливо, что по совести, что против совести. Это универсальное знание, которое имеют люди. Они могут спорить, обвинять друг друга, оправдываться друг перед другом. люди оправдывают самих себя и спорят по поводу определенных стандартов, но тем не менее сам тот факт, что у людей есть такая вещь, как совесть, есть представление о правильном и неправильном, о добре и зле, что вот это несправедливо, вот так хорошо, а вот так плохо, свидетельствует о том, что какой-то закон, закон природный уже есть, или как говорит апостол Павел, дела законы написаны в сердцах, даже у язычников. Они не оставлены в абсолютной тьме, у них есть представление о том, как должно быть некий закон совести. И он говорит, грех не вменяется, то есть он не засчитывается в том подробном изложении, не раскладывается по полочкам, как это происходит при встрече человека с совершенным зеркалом закона в лице десяти заповедей. Когда ты а, вот это нарушение такой-то заповедей, вот это, вот это такое-то преступление, вот это следующее преступление. Вот что имеет в виду апостол Павел. Но грех, конечно же, оставался грехом, и смерть по причине того, что грех уже был, она царствовала даже над теми, от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступления Адама, который все образ будущего. А именно, даже младенцы, которые умирают во младенчестве, дети малые, умирая, является явным, трагическим для родителей, ужасающим для нас, но тем не менее, веским и неотвратимым, неизбежным свидетельством того факта, что грех вошел во всех, грех вошел в мир и смерть во всех человеках, включая младенцев, потому что даже младенцы умирают. Потому что если бы они были невинными, как часто говорят люди, они бы не умирали, потому что написано возмездие за грех и смерть. И судья всей земли поступит ли неправосудно, если бы малые дети, младенцы до совершения так называемого вхождения в сознатный возраст, когда они сознат начинают грешить, это наступает достаточно рано, все родители знают об этом, когда их дети еще маленькие, начинают лукавить, начинают лгать, начинают манипулировать своими родителями и выказывают все признаки непослушания, это происходит достаточно рано. Но даже те, которые умирают, будучи буквально только что рожденными или же уже мертворожденными, сам этот факт их смерти доказывает, что и в них это есть. Это страшное явление, которое называется грех и смерть, которая следует за грехом, возмездие за грех смерть. Присутствует эта порча. Все дети, которые вырастают, неизменно начинают грешить. Но далее, вот смотрите, самое интересное здесь, вот мы переходим к сравнению Адама и Христа с 15 стиха. Но дар благодати, да, здесь в 14 стихе еще говорит Павел, однако же смерть царствовал от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который все образ будущего. То есть даже те люди, которые несогрешали, которые понятия не имели, что происходило в саду, которым не была дана такая заповедь, которая была дана самим Господом Богом в саду от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него смерть, даже тем, которым не давалось никаких особых распоряжений с неба, тем не менее и над ними смерть царствовала, они не согрешили подобно преступлению Адама, однако в нем они согрешили и они согрешали другими грехами. Понимаете, да, по совокупности Писаний нет человека праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. И это распространяется на всех человеках абсолютно. Хотя не все действовали как Адам в саду. Вот что говорит Павел. Далее 15 стих «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих». И еще он говорит 16 стих «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Здесь остановимся. Смотрите. В 14 стихе он сказал, что Адам есть образ будущего. Он тип образ будущего. То есть его действие было знаковым. И вот здесь говорят сторонники завета дел. Ага, Адам образ будущего значит Адам действовал как заветный, как поручитель, как представитель завета. А какого завета? Разумеется, это был завет дел. Какой же еще? Мы согласны с тем, что завет был, разумеется, и Адам был заветным взаимоотношением. И он ясно является здесь представителем завета. И его непослушание было заветным представительским федеральным непослушанием. И акт его непослушания вменяется многим. Это все есть. И мы еще это рассмотрим. Однако Адам был сотворен и рожден в завете. Завет не был чем-то, что было наложено после его творения. Он был рожден уже Божьим Сыном. Он был рожден в заветных взаимоотношениях. И как мы говорили уже, стороной одной стороной этих заветных взаимоотношений было послушание Богу Отцу и Творцу Его. Не делай определенных вещей. Заповедь была дана и Адам ее нарушил. Ну вот что говорит здесь Павел. Но дар благодати не как преступление. Интересно, что сравнивая Адама и Христа, Павел не просто говорит дар благодати как преступление. Потому что он в принципе говорит, как непослушанием одного многие соделались грешными, так послушанием другого многие соделались вроде бы параллели. А Павел обратите внимание говорит не как преступление и дар не как суд за одного согрешившего 16 стих. То есть он говорит не так Христос. То есть он привлекает наше внимание что есть хотя сходные вещи есть параллели два представителя Адам и Христос однако они не симметричны и Адама не вполне можно сравнивать со Христом. Потому что Христос будучи уникальным Бог от Бога света света рожденный несотворенный его нельзя уподобить ни к одному из людей полностью включая Адама. И то что он совершил является абсолютно уникальным. Он говорит но дар благодати не как преступление ибо если преступлением одного подвергли смерти многие то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. Он говорит в каком смысле дар благодати не как преступление. Он говорит одним преступлением подвергли смерти многие но в отличие от этого благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих для покрытия прощения искупления многих преступлений. Здесь одно преступление привело к осуждению многих здесь же через дар заметьте что это дар это то что только через Христа Иисуса если возмездие за грех смерть то здесь строго коммерческие взаимоотношения согрешил умрешь то жизнь не является на самом деле воздаянием делающему но является абсолютным даром даром милости который дается в лице Иисуса Христа и через него дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих то есть другими словами здесь даже несоизмеримость потому что подвигом и благодатью которая явилась через Христа через Иисуса Христа это благодать она преизобилует она превосходит все то нарушение которое совершил Адам здесь нет строгой симметрии он Христос не просто поправляет то что было нарушено он производит то чего не могло бы быть иначе и чего Адам никогда не мог бы достигнуть благодать и дар Божий помните в первой главе Евангелия там написано что закон был дан через Моисея благодать и истина произошли через Иисуса Христа они по-другому благодать не могла явиться то есть нету другого основания кроме как через Иисуса Христа и мы сейчас подойдем к самому главному пожалуй каким образом Христос совершает то что никаким другим образом не могло прийти и он является исполнителем не завета дел он исполняет послушание закона и он умирает для закона для того чтобы воскреснуть и имея жизнь не перестающую нетленную даровать ее тем кого он представлял и кто был в нем когда он проходил через долину тени смертной и дар не как суд за одного согрешившего ибо суд за одно преступление к осуждению а дар благодати к оправданию от многих преступлений ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Кстати, вот слово приемлющее здесь, получающее. Перевод Касьяна так и переводит как получающее. То есть этот акт получения, он достаточно посилен, что касается нас. Бог дает этот дар. Эта обилие благодати. Он является абсолютным даром. Он не зависит от нашей способности принять или протянуть руку, как говорят армяниане. Здесь не является, что Бог предлагает, а человек распоряжается. Абсолютно нет. Бог на самом деле животворит. Мертвое называет существующим, не существующим, призывает на самом деле мертвых выйти из гробов. Он совершает все это могущественное с помощью своей силы, которая непобедима и невозможно противостоять. Он непреодолимой благодатью достает сердце каменное из плоти и дает новое сердце, сердце плоти. Он производит это все. Он животворит и он делает людей приемлющими, получателями вот этой благодати. Они будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. 18 стих. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждения, так правду одного всем человеком оправдания к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Опять же, вроде бы здесь вот такие параллели. Вот как здесь так, так и это. То есть, опять же, мы переходим здесь к такой вроде бы кажущейся симметрии и полезно нам сравнить. Однако, в чем здесь различие? Во-первых, нам не требуется завет дел для того, чтобы понять то, что здесь происходит. Писание говорит о законе и о проклятии закона. Почему бы нам не держаться в библейских выражениях? Проклятие закона реальная вещь. Проклят вся, кто не исполняет всего написанного в книге закона. Христос стал клятвой закона для нас. Да, как говорит апостол Павел в третьей главе послания Галатам. Он стал проклятием. Проклятие закона совершилось в нем для того, чтобы благословение унаследовали мы. Это не завет дел, это закон. Закон, который является частью завета, то есть, в этих взаимоотношениях, дружбы, любви, существуют такие вещи, как обязанности и долженствование. И вот этот долг послушаться, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Господа Бога, Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Вот эти вечные требования, они как бы остаются в силе, несмотря на то, что мы не под законом, естество Бога не изменилось. Он как Отец и как Творец наш, и как Искупитель по-прежнему требует послушания себе и признания того, что Его право на нашу жизнь исключительно. И мы это понимаем, что это так, и это должно быть так. И так называемый завет благодати, если мы говорим о завете благодати, Он не меняет дело таким образом, что теперь ну в принципе как бы ну не важно какие у нас отношения с Богом и так далее. И Бога как бы вы знаете по причине того, что Христос умер. Теперь все как бы отменяется в том смысле, как нас представляет, что типа вы, поскольку вы говорите, что мы не под законом, значит вы проповедуете вседозволенность. Мы не проповедуем вседозволенность по причине того, что Писание не проповедует вседозволенность. Но она говорит о том, что закон был неумолим. Закон явился как непреложное своего рода таблица умножения, которую нельзя изменить, она просто есть. Если она не исполняется, нарушается таблица умножения, она должна быть исполнена. И как бы санкция за непослушание, за нарушение закона смерть. Христос приходит, Он исполняет всю праведность по закону, живя непорочной жизнью, делает доброе, исполняет все послушание. Однако, то, что спасает нас, спасает не Его дела послушания закона, а когда Он предает себя за нас, потому что Он умирает вместо нас для того, чтобы жену освободить от сурового мужа закона. Седьмая глава послания кремлина. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, наречется прелюбодейца, она привязана законом, законам супругства к вот этому мужу. Муж в этой притче есть сам закон. Церковь связана этим законом. Поскольку церковь по факту согрешила и в Адаме, и по факту все члены ее, все мы сделались как запачкан одежды и так далее, все мы согрешили и лишены славы Божьей, то тот закон, который связывал ее, был законом греха и смерти. Закон требует в данное время не то, чтобы мы просто совершили что-то и были живы этим. Нет, по факту закон требует нашей смерти, потому что душа согрешившая умрет, а мы согрешили и мы умираем. То есть другим как нам освободиться от всего этого, как освободиться от проклятия. Христос приходит, совершает все то, что требовалось исполнить и он умирает, он приносит себя в жертву для того, чтобы умерев вместо нас освободить нас от проклятия закона. Не завет от дел, а сам закон проклинает. Понятно, да? Закон явился позже, Павел говорит, закон был дан позже и через закон умножилось преступление. 20 стих закон же пришел позже, таким образом умножилось преступление. То есть в виде Моисея закона как умножилось преступление? Не сам закон автоматически приводит к умножению преступления, а через закон является, делается явным грех, и грех посредством заповеди становится крайне грешен, потому что он открывает через закон познание греха. Умножается преступление явно в наших очах. Бог знает о наших преступлениях. Закон был дан по причине преступления, для того, чтобы сделать явным и чести и детоводить избранных ко Христу, чтобы не было иллюзий у человека о том, что ему нужно покрыть свою ноготу не фиговыми листьями, а праведность Иисуса Христа. И для того Бог делает одежды кожаной Адаму, чтобы через это передать нам нечто, что одежда, которая покроет нашу ноготу, одежда кожаной в саду включает в себя смерть и по-другому облачение нашей ноготы, чтобы нам не остаться ногими, говорит Павел во 2 Коринфянам 4, как бы нам совлекшись, но мы хотим облегшись, облечься, потому что оставляя эту храмину, мы хотим, чтобы у нас было покрытие, вот этим покрытием является праведность Иисуса Христа, иначе, кроме как через жертвенность смертью мы не могли получить эти одежды и было бы несправедливо для Бога Вечного даровать неотпадную праведность, праведность жизнь вечную каким-то иным способом. Павел говорит об этом очень ясно в 3 главе Послания Галатам, что если бы мог быть дан закон, могущий животворить обратите внимание где он это говорит 21 стих Итак, закон противен обетованию Божьим никак, ибо если бы дан был закон могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Закон не мог животворить, закон не мог передать ту праведность, которая действительно устоит перед Богом, которая не как праведность от закона, которая временная и она держится до тех пор, пока ты неукоснительно все это не соблюдаешь. Мы это уже подробно обсуждали, но в день, в который ты оступишься, в одной из малейших сих заповедей придут на тебя все проклятия книги закона. 28 глава книги второй закона начинает описывать все проклятия, которые сбылись в смерти Иисуса Христа на древе. Итак, главное в том, о чем мы говорим, заключается в том, что концепция завета дел не является необходимой для понимания временем для сравнения Адама и Христа, не является, не вносит ничего нового, на самом деле само понимание закона, того, как он действует, какова роль, какова функция, что он неумолим, что его нельзя умолить, что он должен исполниться, и он должен исполниться не только в положительном смысле, удовлетворить, но также Христос должен и надлежал ему умереть однажды, и он умер для греха однажды, для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы смерть не имела власти уже над ним. Вот это тоже интересный аспект. Смерть имела власть над Христом. В каком смысле? Не только в том, что когда он умер, он находился в очреве земли три дня и три ночи. Не в этом смысле. Христос, когда пришел и совершал свое служение, смерть имела над ним власть. В каком смысле? Не в том, что он мог согрешить и таким образом умереть, но в том, что он должен был совершать это послушание постоянно. И несмотря на то, что он был безгрешный, абсолютно, и остается безгрешным, без греха, и не мог согрешить. Да не будет среди нас таких ересей, которые предполагают, что Христос потенциально мог, он не мог согрешить. А так объективно, поскольку закон, он стоит перед ним, он тоже подчинился закону. Помните? Родился под законом, подчинил себя законом. А закон что говорит? Закон говорит, исполнивший его, жив будет им до тех пор, пока он исполняет. Но если праведник, праведник, как говорит в 18 главе из Екиля, согрешает, то не вспомнится ему праведность его. Умрет он за грех свой. Несмотря на то, что для Христа невозможно было согрешить, Христос не мог согрешить, будучи Богом, тем не менее, пока он жил, праведность его оставалась при нем, и она не могла стать нашей. Он должен был умереть для греха и для возможности согрешения и переменчивость нашу покрыть, чтобы воскреснув, даровать нам одежды, только не кожаные, как в саду, а вот эти белоснежные одежды праведности Христа, для того, чтобы уже никогда не умирать. Именно в нашей природе смерть не имеет уже, он имеет силу жизни неперестающей, помните, послание Керима говорит, силу жизни неперестающей, вы скажете, подождите, Бог, он и так никогда не умирает, Бог жив, да, Бог как таковой, но когда он облегся в плоть, он именно во плоти нашей сейчас, которая стала с ним, то есть человеческая, он вознесся, как человек, он придет в этой же нашей природе, то есть имеет даже вот эти признаки того, что он был распят, он имеет жизни неперестающей уже вот в этом обновленном прославленном теле, которое он имеет, он не может больше умереть, и он по этой причине назван и нашей предтечей вошел в святую святых, соответственно, если он вошел, значит и мы за ним, потому что он наш представитель, он наш первосвященник, и он вождь спасения нашего. Завет дел не является необходимым для понимания того, что говорит здесь апостол Павел, более того, мы рассматривали уже вот эту четвертую заключительную часть, мы увидим, что со стороны так называемого гипотетического спасения всего человечества, со стороны верности Бога, мы в прошлый раз рассматривали, что Бог неизменный в слове обещал вечную жизнь прежде вековых времен, что это обещание, данное прежде начала времени, не могло быть дано через кого-то еще, кроме как через возлюбленного сына своего, не могло быть исполнено это вечное намерение через кого-либо еще, кроме как Иисуса Христа и Адам первый никоим образом не может быть конкурентом Господу Иисусу Христу в том, чтобы через него пришло такое благословение, чтобы все человечество стало совершенным и счастливым. Как предполагает эта концепция завета дел? Итак, это схоластическое представление оно не только не является необходимым для понимания Евангелия, но на самом деле вредит пониманию Евангелия, не вносит ничего полезного, но бросает тень на премудрость, неизменность, непреложность воли Божьей, которая исполнится во Христе Иисусе. И более того, через призму завета дел, люди постоянно имеют тенденцию пускать слюни по потерянному раю, потому что через призму завета дел Адам хотя бы потенциально был куда большим спасителем в масштабе как бы всего человечества, чем Христос, который приходит уже как некий МЧС и пытается спасти хотя бы что-то малое из того величественного, что было якобы потеряно через первого Адама. И по этой причине мы отвергаем завет дел, но закон верую, утверждаем его истинное назначение, истинную функцию и превозносим Иисуса Христа, который только и является тем исполнителем вечных божьих обетований, которые все в нем да и в нем аминь во славу Бога и Отца. Ему завсюда будет вечная пола, честь и благодарение. Аминь. 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 Аминь.